Утро. Значит, я хотела бы немного сказать о нашей дальнейшей работе. Мы с вами сегодня работаем до 12 часов перед кофе-брейком. Кофе-брейк будет в 12 часов. Поэтому, значит, у нас часть семинара пройдет, заявленного, и немного будут выступлений из следующего семинара, который планировался после кофе-брейка. Это первое. Второй момент. В 15 часов администрация Храдимовской области любезно предоставляет нам экскурсионную программу. Экскурсионная программа строится таким образом, что те, кто сегодня покидает Суздаль и уезжает... Спасибо. И уезжает у нас в Москву, те едут в 15 часов на экскурсию по Владимиру. То есть они уже садятся в автобусы вместе с тем, чтобы уехать сегодня в Москву. Те, кто у нас остаются, а караванеры у нас остаются до 22-го, для них будет предоставлено экскурсия по Суздалью с 15 до 16. В 15 часов у нас заявлено обсуждение на резолюции. Поэтому ассоциации, союзы, общественные организации, те, кто подготовил свои предложения в резолюцию, остаются для обсуждения. Вот таким образом у нас сегодня продолжение программы. То есть, еще раз повторяюсь, сегодня у нас результативный день. Мы с вами действительно должны внести предложение, потому что все абсолютно заинтересованы в том, чтобы и караванеры, и автотуристы получили сервис, точный и комфорт во время путешествия. Для этого мы с вами вместе стараемся сегодня, и я думаю, что мы придем к очень хорошим результатам. Здесь у нас продолжает работу Ростуризм, поэтому ваши слова не останутся без внимания. Продолжаем работать. Спасибо огромное. А сейчас приглашаем ВИЧ-ком Сергей. Я думаю, как должен быть. Да, Сергей Михайлович, преподаватель РАНГИС, расскажет нам о цифровой технологии в автотуризме и о возможных практиках в этом направлении. И это действительно очень важно, потому что сегодня, ну, фактически, если разобраться, мы все делаем через различные каналы коммуникации, и даже те люди, которые раньше не пользовались, они уже однозначно пришли к тому, что такой путь намного проще, правильнее и логичнее. Спасибо большое. Спасибо, коллеги. Действительно, пожалуй, как только я задержал, по бутылке, если это звучит, слава про сопроводную сформацию бизнеса, про 5G-технологии, про искусственный интеллект. И странно, если бы такое направление, как автотуризм, оказалось невовлеченным в процессе. И, вы знаете, я хотел изначально рассказать больше про лучшие практики, про гравы, но когда я его послушал, вчера доклады связаны, и когда докладчики делали в своих выступлениях акценты на проблемы, связанные с придорожной инфраструктурой, в частности, вопросами, связанными с покрытием сокровой сети дорог, то возникло ощущение, что рынок и сфера автомобильного туризма, она живет как-то отдельно от транспортной сферы. Такое ощущение, что эти сферы не пересекаются, хотя, безусловно, органические вещи сильно связаны. И мне показалось важно, вот этот разговор сегодня про цифровые сферы, я вот это на три части. Первое, оно касается визионерства, вопросов, связанных с будущим технологиями транспорта, и то, как это повлияет на туризм. А второе, это визионерские тактики. Какие конкретные цифровые решения могли бы сегодня акселерировать, помочь развитию автортуризма. Если говорить про первую тему, про визионерство, то я бы выделил пять технологий, которые оказывают сегодня наибольшее влияние на транспортные системы. Ну, первое, опять, конечно, технология, которая называется connected car. Технология обмена данных между автомобилями и сбора данных с бетчиков в то, что называется еще в Internet of Things, интернет вещей, обмена данных, которые поступают в дата-центры с объектов как с автомобилей, так и с объектов дорожной инфраструктуры. Второе, второе, второе обмена технологии, она связана с искусственным интеллектом. Третье, это, конечно, инновационно-инфункционная система, в том числе системы космические, речь идет о ГЛОНАСС и ГАЛИЛЕО, да, и других, ну, и, конечно, GPS, и других системах, которые обеспечивают космические части инновационных систем, ну, и, конечно, это развитие 5G-технологий, то есть систем связи. Совокупно, вот этот пул решений нам сегодня обеспечивает, и это тоже, конечно, очевидный такой момент, что мы приходим к беспилотным автомобилям. И когда мы говорим про то, что нам сегодня не хватает покрытия сотовыми сетями дорог, возникает ощущение, что мы готовимся к прошедшей войне. Ведь в понятной перспективе нас ожидают автомобили беспилотные, и это сильно изменит так называемый «custom journey», то есть сценарий использования автомобиля и, самое главное, сценарий путешествия. Как это работает? Ну, во-первых, мы можем говорить о том, что будет больше спонтанных поездок. Пандемия нам показывает, что, да, конечно, возможно, сегодня нам поработать не очень комфортно, но, я имею в виду использования ВКС, мы все почувствовали ограничения, связанные с использованием видеоконференции, видеоконференции, там есть свои плюсы, есть свои минусы, но точно мы понимаем, что сегодня наша деятельность оказывается экстрадиториальной. И в этом смысле такой стиль работы также позволяет ей перемещаться по миру, и я знаю достаточно много людей, которые в банковской сфере, которые сегодня либо разведываются по миру, либо находятся в рамках своей страны, но достаточно много передвигаются путешествия. И это новый стиль жизни. Второй аргамент. Если управление безпроводным, то очевидно, если пилотный, то очевидно, что нужно чем-то занять пассажир, ведь это приводит к росту и к интересу, связанному с развлечением на оборту. Один из таких очевидных в этом смысле направлений это аудиогибли, которые заполняют паузу, когда человек ездит из пункта в пункта в пункт в пункт. И, конечно, у нас сегодня есть такие платформы, и очевидно, что интеграция контента в автомобиль, она будет происходить. И мы можем себе представить, например, следующий, да, и третий, это важный здесь момент, связанный с кастер-джонни-арне, это вопросы связанные с тем, что у нас сильно упрощаются системы бронирования. То есть, если раньше это большой труд построить путешествие, маршрут, пить, найти билеты, забронировать запрет и так далее, то сегодня развитие вот этих технологий бронирования, она позволяет существенно сократить время. и опять же система искусственного интеллекта, они хорошо подсказывают выбор пользователей тех или иных кемпингов, отелей, музеев, объектов, интереса, сопримечательностей. И в конечном итоге мы меньше тратим время на планирование путешествий, и это тоже точка роста для развития систем автоматизации. То есть, автоматизировать планирование путешествий, это некая новая задача для тех, кто сегодня занимается автоматизацией в Турии. И мы буквально недавно общались с Канитом Мармаром, главой государства Моделус в России, и сейчас Моделус делает большой акцент на свою программу, которая называется Tele-ID. Это система, в которой по сути получается электронный паспорт туриста, один раз вводишь свои данные паспортные и другие репрезиты, и которая позволяет себе использовать только ID, улучшать услуги от различных права в музее, в транспортных компаниях. И скорее всего мы тоже подойдем к внедрению таких технологий и буквально сейчас разум говорил о том, что на темпе, как могут работать онлайн-сервисы и подниматься к шлагбауму через оплату подправочек и на месте, но я думаю, что мы шагнем на самом деле вперед и шлагбауму сразу будет понимать, что подъехал автомобиль, у которого есть броня на кемпинге, и он будет автоматически открываться и запускать транспортное средство, у которого есть либо оплаченный абонемент в сеть кемпингах, либо непосредственно есть броня в конкретном кемпинге. Таким образом, мы существенно должны пересмотреть многие вопросы связанные со стратегией развития и кемпинга, и дорожной инфраструктуры с точки зрения вот этих технологий и понимать, что завтра мы окажемся и это завтра у нас будет очень быстро и мы окажемся в другом мире с другими потребностями пользователей и очень важно готовиться к действительно правильным сражениям, не прощающим. что касается второй части области тактических решений, я бы выделил четыре направления, четыре идеи, которые могут помочь нам в развитии автортуризма. первое это конечно вопрос связанный с распространением информации о существующих кемпингах и интеграции российской сети кемпингов в сети европейской. как-то на совещании Андрей сказал о том, что существует ряд европейских площадок и информационных сервисов, на которых обозначены причины кемпинги удобной системы и что все караване по сути в Европе пользуются такими облачателями. И буквально пять дней назад у нас состоялся в Новосибирске Кокотов у нас это у инициатора проекта Другины и вообще национальный советский инициативист инициатива в Новосибирске и мы проверили в Кокотове в Кокотове кейс как раз просто странили информации о российских геймингах в европейские сети. В чем проблема? Это очень простая задача с одной стороны. То есть у каждого такого приложения у каждого такого платформы существует свой формат данных. Какой-то набор описаний того, как выглядит гейминг. И приходится на каждую площадку заказать и вводить данные. в том, опаснее площадку зарегистрировать. Вот буквально за два дня, как работа, ребята разработали решение, которое позволяет зайти на один сайт, ввести один раз данные в одном формате и автоматически получить описание своего гейминга на кучу европейских площадок. Это маленький шажок, но я бы хотел отметить две вещи. первое, первое, о том, как работают фонхартонны, и вот эта технология с такой акселерацией и приглашения в работу молодых людей позволяет быстрее находить потребителя, искать интересные решения для проблем, и мне кажется, что вот эту практику, связанную с проведением регулярных аккордонов, мы продолжим. Второй момент, который я бы тоже хотел бы отметить, это, конечно, сбор информации о придорожной инфраструктуре, и вот Вадим уже говорил о том, что необходимо проводить, классифицировать отели, классифицировать российские пикпинг, или проводить адаптизацию, и в этом смысле автоматизаторы могут дать инструме платформа, который, собственно, позволяет такой мониторинг проводить и получать информацию, как со стороны пользуются через приложение по оценке придорожной инфраструктуры, таким образом осуществлять мониторинг, так и это может быть экспертный подход к анализу и классификации как к анализу качества сервиса, как соответствие стандарту и подобный урок у нас уже был в РОДИС, когда мы проводили мониторинговые исследования в Тюменской области по гостиницам и по объектам общественного питания. Это очень хорошая практика, потому что здесь можно не только классифицировать, но и смотреть в динамике, насколько улучшается или выгружается ситуация с сервисом и с теми стандартами, которые должны быть реализованы. Спасибо большое за вопрос. Спасибо, Сергей Николаевич. на самом деле я думаю, что здесь можно резюбировать, что действительно все высокие технологии не так рельги, не так сложны реализации, большого количества технических режимов существует, и если мы говорим строительство строительства выгодрять все вот эти фишки, в принципе, это не так уж, обратно, в том числе есть финансово счетливы. Я единственное отметил, опять здесь проект, который организуется в России, называется Автонет, он входит в проект национальные технологические инициативы, это проект многолеарный и невозможно не заметить влияние этого проекта на транспортный рынок. 22 регионы сейчас принимают участие в пилотных исследованиях, это огромные массивы информации, которые передаются, кратно, то есть если сейчас передаются облосы общения, то когда машина начинает общаться друг с другом и датчики, то мы имеем рост данных в 100 раз, и это надо обрабатывать, и только таким образом нужно построить систему беспилотной, потому что беспилотники должны учиться на данных, это очень важно, поэтому это дорого, но это точно будет, я больше говорил про применение к организации к, и вот с вами. Воспользоваться блоками этих систем, конечные пользователи организации смогут письма на доступных условиях, как и сколько, вот вещь продается. Спасибо большое, в соответствии с вопросом. Пожалуйста, навигационные системы связаны с режимовым программам, ваши рекомендации, какие более перспективные, более часто обнаружаются, поскольку даже про Россию все не едешь, новые дороги, навигаторы даже их не имеют. Какие ваши рекомендации? Какие навигационные программы будут? Знаете, здесь вопрос, как данные поправить в навигационную информационную систему? Кто за это платится? Традиционно есть две модели создания карты. Первое, это уже предустановленный софт на автомобиле, и мы платим не по картографу, по сути, тогда, когда мы покупаем автомобиль, карта включена стоит автомобиль. Второе, естественно, система, которой мы тоже пользуемся, Google Maps и Яндекс, ну, дубрики еще в России. Это модель, которая позволяет оплачивать заседанную через рекламу. Побеждает очередь на второе. Мы увидели, что буквально за два года, я был свидетельствовал, я как раз работал августом, а у нас это с рабочим руках, буквально за два года у нас перестал, у нас клуб, на сервере на пенсию строить. Общательно двигатели были. Вот их сейчас нет. Поэтому я думаю, что конечно Google и Яндекс будут строить партнер тем более что сейчас можно кэшировать, скачивать здесь как-то это рабочее. спасибо. 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 И мы переходим к нашему следующему спикеру. И здесь сразу пара чьих поводов. Сейчас мы поговорим о создании сети оборудованных стоянок для артатуристов на особо охранения природных и прилегающих к территориях. И выстроить на нас Максим Алик Шишов. Руководитель проекта по развитию экологического экологического клада России эксперт всероссийского образа мастерами сферизма и на развитие сегодня сферизма